Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи по скайпу С нами сегодня украинский политолог Андрей Ермолаев Здравствуйте Здравствуйте Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 672-13-93-9 Для тех, кто звонит из-за рубежа Код плюс 371 Номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 Андрей Васильевич, ну вот Более двух месяцев прошло с того момента Как Владимир Зеленский Стал действующим президентом Украины Видите ли вы сейчас В какую сторону меняется Может быть страна Чувствуете ли вы, что наступает Эпоха какого-то перехода Ну, я бы аккуратно отметил Что оттепель ощущается То внутреннее напряжение Информационное пропагандистское Милитарный образ власти Который сформировался Он, конечно, несколько Преобразился Да, и стиль поведения Новой команды Это стиль молодого Политического поколения Который не внушается И приемами сетевого общения Селфи Не стандартными Публичными шагами Но я бы обратил внимание Пожалуй, на другое Все-таки ожидания В обществе, что новая власть Будет вести себя Скажем, более последовательно И открыто Вот эти ожидания Пока не получили ответ Потому что После двух месяцев Внятных Четких Развернутых Объяснений В чем будет Состоять суть Нового курса Президента А теперь уже И будущего большинства Которое будет связано С президентом Его партии Слуха народа Составом правительства Которое будет реализовать Эту политику До сегодняшнего дня Нет Тут, пожалуй, пауза затянулась Более того Президент Представил Средством массовой информации Целый Такой Сон спикеров Это представители Как правило Офиса президента И новые лидеры Партии Слуги народа Которые довольно активны Публично Они дают интервью Они встречаются с журналистами Сейчас в фокусе Школа Которого проводит Партия Слуга народа И там присутствуют журналисты Много информационных Поводов для обсуждения И тем не менее Ощущается Некоторый содержательный Разнобой По тем вопросам Которые В обществе обсуждаются Это вопрос Возможных новых планов Связанных с преодолением Войны на Донбассе Это вопрос Направления И Основных задач Заявленных Но непонятных Пока экономических реформ Много здесь Контроверсийных оценок Под вопросом И заявленная Новая политическая реформа Вернее конституционная реформа Частью которой будет реформа Политической системы Вот этот некоторый разнобой И разночтение Конечно Создают И новое напряжение Уже не связанное С доверием Не доверием А связанное С затянувшимся ожиданием Чем пользуются Политические оппоненты В Украине Довольно Много Площадок Медийных На многочисленных Телевизионных Каналах Радио Сетевые площадки В которых Сейчас Вот тема Неопределенности власти Неартикулированности Курса Пожалуй В Постоянном фокусе Так что Ожидания Но Появились и новые ориентиры Теперь Август Который Скорее всего Будет продолжением Этой паузы Завершится Не только Открытием Сессии Новоизбранного Парламента Но и ожидаемым Посланием Президента Ожидаемым Заяв Программой И платформой Будущей Монокоалиции Формированием Состава правительства Наверное Уже с программой То есть Грубо говоря Вот эти все Сигналы Содержательные Что же будут делать Что будут строить Победившие Слуги Они будут сконцентрированы В это время Начало сентября Что касается Отношений с Россией Потому что Владимир Зеленский Провел телефонные Переговоры С Владимиром Путиным Об этом тоже Подробно сообщали На ваш взгляд Какие перспективы В этом смысле О чем Стороны могут договориться И могут ли вообще Ну я Неоднократно В своих материалах И развернутых И кратких Комментариях Отмечал Что На мой взгляд Независимо От Тех Обещаний Точнее Сигналов Которые Посылал Зеленский Еще будущий Кандидатом Президенты В Украине Складывается Определенная Новая Международная Ситуация В центре Которая Решение Проблемы Войны Война Перестала Быть Управляемым Инструментом Сдерживания Который Долго Время Выполнял В частности В вопросах Взаимоплощений Евросоюза И России Санкционной Политики И Стала Действительно Угрозой Длительной Экономической Дестабилизации Потому что Она влияет На инвестиционные Планы Она Подрывает Долгосрочные Программы Сотрудничества Которые Заявлены Еще Были 5-6 Лет Назад И Не Только В Возвращениях Например Евросоюза И России Но В Возвращениях Китая России И Евросоюза Речь идет О Затянувшихся Проектах Шелкового Пути Кстати В Китае Эта тема Активно Обсуждалась Совсем Недавно И Руководство Китая Критиковало Торможение Своих Проектов Но Война Одна из Причин Поэтому Я Прогнозирую Принуждение К миру Через Сложившиеся Уже Дипломатические Форматы В частности Ожидающийся В ближайшее время Нормандский Формат На котором Я не исключаю Появится Не только Публичное Заявление Участников Но возможно И документ Который Упорядочит Регламентирует Работу Существующей Контактной Группы В Минске Где До сегодняшнего дня Документы Носят скорее Рекомендательный Характер Ну и Ожидается Новая Инициатива Зеленского Анонсирована Еще месяц назад По Проведению Таких Миротворческих Восстановительных Мероприятий На Донбассе На контролируемой Территории Ну например После прекращения Дня Речь идет О восстановлении Новых пунктов Перехода И о Усилении Систем безопасности Для гражданского Населения То есть Грубо говоря Я кажу Украинскую Не хочешь Мусыш Украину Будут Придлежать Миру Я думаю Что процесс Будет Довольно Динамичный До конца 2019 года Насколько Кардинально На ваш взгляд Может отличаться Режим Зеленского От режима Порошенко Ну вот Да и Что уже Что уже хорошо Если в этих условиях Будет Например Демонтирована Экономическая Блокада Это создаст Условие Действительно Длагосрочного Плана Возвращения Тамбасса А что касается Отличий Ну я Не сомневаюсь В том Что Зеленский Постарается За счет Политики Новой Бюджетной Политики Изменить Долю Которую Тратит Государство На войну На внутренние Инвестиции И здесь Как раз Миротворческий Процесс Позволит Это сделать Во-вторых Очевидно Что Если есть У Зеленского Какая-то Своя Утопия Эта Утопия Связана Каким-то Вариантом Националистического Образа Украины Скорее Утопия Миссии Нового Современного Поколения Которое Должно Прийти И упорядочить Жизнь В стране Не только Центральной Власти Но и На уровне Регионов Поэтому То Будет озабочен Все время Это Тотальное Кадровое Обновление Судебная Власти Судебная Реформа Политическая Реформа Реформа Самоуправления И обновления Состава Регионального Местного Самоуправления Силовые Структуры Это повестка Ближайшего Календарного Года Это большая Работа Дефицит Кадров Прогрессивных Кадров Молодых Кадров Ощутим Но Главное Что Зеленский Своей манерой Своей стилем Своим поведением Изменяет Атмосферу В хорошую сторону То есть В Украине Восстанавливается Снижается Градус Идиосинкразии И политической Непримиримости Риск Я вижу в том Что Действия Зеленского Связанные С изменением Отношений Государства Государственных Ураганов И старой Олигархии Ставят Под угрозу Активы И эффективность Бизнеса Старой Олигархии Ну потому что Они были вплетены В бюджет В тендерные Программы В преференции И К сожалению Уже на наших глазах Развращается Война элит Старой элиты Проигрывающей И вот Ново Формирующейся Это Как раньше Говорили Особенность Эстетического момента Война элит Кто победит По кого У нас звонок Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Ольга Ушаков Да Задавайте Господин Господин Яромолай Вы перечислили Сейчас ряд Необходимых проблем Для решения Современной власти На Украине А вот Вы знаете Те которые Слушают Украинские каналы У них представление О том что Да Эти проблемы Существуют Еще множество Каких Но почему-то Сейчас Самая больная Проблема Это фигура Господина Богдана Вот Его назначение Будет ли он Главой администрации Президентской Или не будет Все вот эти дебаты Они очень Достаточно Горячие Вот как вы Покомментируете Эту фигуру И ее роль Сейчас В современной Политике Украины Спасибо Спасибо Да Спасибо Ну Непростой вопрос Я лично Не знаком С этим человеком Я всегда Аккуратен В оценках Тех людей Тех деятелей Которых Я не знаю Но можно сказать Одно Что Назначение Богдана И об этом Открыто Говорили соратники Зеленского Было связано С желанием Владимира Зеленского Иметь рядом Человека Доверие Который Склонен Силовым Активным Смелым Действиям Я сейчас Не о информационной Политике А о его Стиле Поведения То есть Человек Который Готов Брать ответственность На себя Готов Организовать Работу Бюрократического Аппарата Брать на себя Роль Сепаратора Кадров Учитывая Что Сам Зеленский Из медиасферы И все-таки Другие законы Вот такой Подготовленный Квалифицированный Юрист Человек Доверия Да еще с такими Качествами Конечно Объясняет Решение Вопрос Стоит Другого Последние События Связанные То ли Фейковым То ли Игровым Заявлением Богдана О Отставке Или Возможной Отставке Конечно Проявили Новую Сторону Этой Личности Многие Журналисты Поддавшись На фейк Уже Говорят о том Что это некая Апробация Политики Полуправды А я Обращаю внимание На другое В любом Случае Это Аморальный Поступок Аморальный Поступок Потому что Игра С подобными Фейковыми Фейковыми Решениями В данном Не в связи Не в связи С его Личными Качествами В связи С его Возможностью Готовности Вот так Поступать Неожиданно Я думаю Для самого Президента Во всяком случае Я предположил Что это Какая-то Рэперная Точка Которая во многом Предопредит Будущее Если бы Бог дано И второй момент Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Да Александр Господин Ермолаев Вот Скажите Пожалуйста Вы говорите Что Зеленский Юрист Ну какой Он юрист Учился Когда-то Ну какой Он не юрист Он даже Не работал Но у меня Вопрос Такой Вот Многие Эксперты Склонны И я К ним Присоединяюсь Что в рамках Существующей Политической Системы России Именно России Украинский Вопрос В принципе Не может Быть решен Да Сдавайте Вопрос Пожалуйста У нас нет Времени На репут Как вы Считаете Вот В рамках Существующей Политической Системы В первую Очередь В России А во вторую На Украине Может быть Этот вопрос Решен Или нет Да Спасибо вам Александр Ну С правой Оговорка Я говорил О юристе Богдане Я не обсуждал Профессиональное Качество Зеленского Что касается Отношений Украины Россия Считал И считаю Что Начавшаяся Война Режимов Режимов Путина С режимом Порошенко Это моральное И историческое Преступление Обеих Режимов И оба Режима Несут Ответ За то Что Несовпадение Политических Интересов Амбиции Сведение Счетов С помощью Геополитики И по факту Розыгрыш Карты Крыма Затем Розыгрыш Карты Донбасса Создал Беспрецедентную Ситуацию Когда Общество Всегда Толерант С Очень Тесными Горизонтальными Связями Сведением Что И по Сегодняшний Очень Высокий Уровень Миграции Особенно Со стороны Украины И не только Трудовой Привели К тому Что Мы Действительно Одновременно И геополитический И социокультурный И я бы сказал Социопсихологический Кризис В взаимоотношениях Много Трактовок Планов И намерений России В отношении Украины Вплоть до радикальных Захват Разгром Я был бы тут Аккуратней На мой взгляд В Кремле Сидят неглупые люди Я даю себе Чет в том Что После Совершенных Аннексионных Действий В отношении Крыма И начавшейся Гибридной войны На Донбассе Просто так Вернуть Украину В Российские Проекты Невозможно Да собственно Никак за такая задача Не стоит А вот Вопрос состоит В другом Какая может быть Послевоенная Конфигурация Какой может быть Характер Отношения Даже переходных Я предполагаю Что Первое У России Есть свой Собственный Стратегический Интерес Связанный С перезагрузкой Тех Интеграционных Проектов В регионе Которые Показали Свою Неэффективность Но в частности Проект Евразес Не секрет Что страны Которые Вошли В этот Альянс Интеграционный Не получают Тех Обещанных Преференции Не в торговле Не в экономическом Росте Я знаю Это по статистике Которая Показала Последние 2-3 Года С другой Стороны Очевидный Рост настроений Российской Элиты Сделает Ставку На более Перспективный И Привлекательный Проект Союзного Государства В основе Которого Договор С Беларусью Что позволит Возможно Решить Проблемы Целого Ряда Территорий Которые Находятся В особом Статусе А в этом отношении Украина Как большое Достаточно Экономически Сильное Государство Должно быть Как минимум Лояльно К этому Проекту Вот Лоялизация Политической Элиты В Украине Это ключевая На мой взгляд Перспективная Задача Для российской Элиты После Обеспечения Перемирия Но так как Нерешен вопрос Территорий Так как Нет ответа На вопрос Об этой Диффузной Стратегии С паспортами Я думаю И это Намерение Откладывается На доброе Десятилетие Поэтому В рамках Российской Политики Решения Украинского Вопроса Нет Но есть Решение Украинского Вопроса В рамках Европейской Европейско-российской Политики Вот в этой Формуле В этом Треугольнике Должны Искать ответ На вопрос О переходном Периоде О характере Взаимоотношений Хотя бы Промежуточной Договорной Базы Которая Разрушена А договорную Базу нужно Восстанавливать Внутренняя Определенность Украинских Литв В отношении Будущего Союзного Проекта На базе Договора России Беларуси Как строить Отношения С этим Возможным Новым Перспективным Проектом Интеграции Евразии На мой взгляд Наиболее вероятно Это прагматизация Экономических Отношений Но уже Без Прошлой Такой Популярной Формулы Стратегического Партнерства Которая Закладывалась Основу Старого Договора 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните Задавайте Свои вопросы И Также пишите Ватсап 230-6191 Да Украинский Политолог Андрей Ермолаев С нами На прямой связи Мы сейчас Делаем небольшой Перерыв Буквально На несколько минут Потом вернемся И продолжим Оставайтесь с нами Мы продолжаем Это программа Абонент доступен В студии работает Анна Свернова Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев Нам помогает И на прямой связи С нами Сегодня украинский Политолог Андрей Ермолаев Андрей Васильевич Здравствуйте Еще раз Здравствуйте Телефон Прямого эфира В нашей студии 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Звоните Также звоните Из-за рубежа Код Плюс И пишите Ватсап Ватсап 2-3-0-6-1-9-1 Вот вы сказали В одном из интервью Недавнем Что Украина Движется К большой Европе Только Вот не с того Входа Как вы сказали Да Какие на ваш взгляд Шансы Попасть в Европу Украины Сейчас Если вы их видите Вообще Знаете Я Честно говоря До сих пор Не знаю Какое найти Противоядие Вот Тому Языку И уровню Дискуссии Который сложился В современных Медиа Посвященных Политическим вопросам Когда-то Часть На философском В Куркете Да Мы Много говорили О недостатках Позитивистской Философии И позитивистского Взгляда Когда все Ограничивается Явлением Поэтому я Буквально В двух словах Обозначу То Что не важно Возможно К кому-то И служителю Это будет интересно Ведь мы Еще лет Десять назад Совершенно Спокойно В больших Исследованиях Да И в текущих Интервью Большими мазками Анализировали В чем причины И чем Зайшился Крах Советской империи Такой масштаб Мышления Для нас Вроде бы Вроде бы Характерен И сейчас Скукожены До уровня Событий Каждого дня Так вот Для того Чтобы понять Феноменологию Например Успеха Зеленского Украине Феноменологию А не личность Нужно учитывать Что На мой взгляд Я вложу Свою точку зрения Не только Украина Но большинство Пассоветских Республик Вошли В период Второго Трансформационного Кризиса Если Первый Завершился Созданием СНГ И Полуноменклатурных Корпоративных Государств С таким Специфическим Характерным Для большинства Этих государств Институтом Как суррогатная Собственность На слуху Во всех Постсоветских Государствах Олигархия Коррупция Плетенность Крупного Капитала Управления Государством Для Украины Это особенно Характерно Для России Да и большинства Другие То Второй Трансформационный Кризис Связан Как раз С возникшим Конфликтом Если Социальным Реваншем Общества Пережившее Безработицу Деиндустриализацию С Целым Соном Элит Которая Распоряжалась Корпоративной Государственностью И Суррогатной Собственностью Именно Поэтому Зеленский Это не только Победа Талантливого Шоумена И Привлекательного Популярного Человека Но это Еще Победа Символическая Победа Представителя Среднего Класса И Нового Поколения Как Новую Тупию Заметьте Что У многих Государств Постсоветских Надежды На новое Поколение С хорошим Образованием С набором Даже Таких Идеализированных Честнок Тоже Очень Характерны И Этот Процесс Может Затянуться На доброе Десятилетие Он будет Намного Сложнее Чем Первый Трансформационный Кризис Который Символизирован Беловежским Сговором Чем Закончится Для каждого Государства Сказать Сложно Но Несомненно Что Это Будет Сопроваться И Распадом И Попыткой Консервации Создания Консервативных Устойчивых Объединительных Форум Нам Очень Важно Держать Руку На пульсе Понимать С чем Мы Имеем Дело Сталкиваясь В разных Выборных Компаниях С такими Неожиданными Как Нам Кажется Нестандартными Результатами А второй Процесс Более Глубокий Связан Как Раз Проблемой Разворачивания Интеграционных Объективно Интеграционных Процессов На Континенте И Это Связано Вовсе Не с Какими-то Личными Амбициями Германии Китая Или России Это Связано С Возникшей Новой Современной Инфраструктурой Мирового Рынка Который На Континенте Связан С Глубоким Новым Разделением Труда Сырье России Высокие Технологии Евросоюза Фабрика И Инфраструктурные Возможности Китая По большому Счету Мы Сталкиваемся С тем Что Ростки Этого Процесса Пробивались Еще В начале 80-х Давайте Вспомним Большая Европа И Редя Викодов Владивостока И Прочие Прожекты Но Тогда Это Было Некое Политическое Военное Утопие А сейчас Это Реальный Процесс Связанный С интересами Крупного Капитала И Правительств Объединение Континента Это Процесс Сложный Затянется На доброе Десятилетие И Это Объединение Будет Влить Как Союз Союза Как Большое Общее Экономическое Пространство И В рамках Этого Процесса Возникают Длинные Проекты Как Шелковый Путь Общий Арктический Геопроекты Еврокоридоры Распространяющие На континент Создание Целых Совместных Кластеров Экономического Роста Например Автомобильной Промышленности Которая Планирует Свою Стратегию Размещения Европейских Производителей Евразии А азиатских В Европе На целое Десятилетие Конфликты Подобные Украине Имеют И внутренние Причины Но Имеют И определенную Внешнюю Ну Скажи Если хотите Обусловленность Потому что Это своеобразные Пробки Конкурентные Пробки Блокирующие Континентальный Процесс Именно поэтому Такая Большая Конкуренция За влиянием На Украину Между Соединенными Штатами Лидерами Евросоюза Поисками Формулы Кто из Великих Получит Возможность Умиротворять Какой тайминг Это умиротворение Вот в этих Рамках Я рассматриваю Происходящее В Украине И в плане Смены Политических Элит Ухода В сторону Неэффективной Олигархии Которой Не доверяет Общество И поиска Формулы И национального Умиротворения И возвращения Украины Большую политику Как участника Больших Проектов Извините Длинный Спич Но мне важно Было Телефоны Прямого Эфира Я напомню Для наших Радиослушателей Чтобы они Тоже Звонили И задавали Вопросы Нашему Гостю Сегодня Используйте Эту Возможность И пишите Ватсап 2 3 0 6 1 9 1 Да Недавно Вы побывали В российской Столице Об этом писали Во многих СМИ И вы сравнили Киев и Москву Сказали Что не в пользу Киева Было это сравнение Чем отличается Киев от Москвы Ну я говорил Скорее О том Как сейчас Упорядочена Российская Столица Я не в политике Говорил Действительно Москва Отличается Сейчас от Киева И организация Железно-коммунального Хозяйства Это просто видно И чистотой Улиц И эффективность Общественного Транспорта Ну это Мне кажется Это связано Не только С качествами Городского Правительства Я сейчас Плохо ориентирован В составе Российской Элиты Сколько Применение Современных Методов Развития Урбанистики Генерального Планирования Вот Просто Я вижу Этот город Как город Который Действительно Имеет Какой-то Внутренний План И разумное Управление И это Проявляется В эффективном Хозяйствовании К сожалению Об этого Не скажешь О Киеве Сколько У нас Киевская Политика Это Бесконечная Борьба Разнообразных Коррупционных Групп Которые По факту Победы В очередной Раз пилят Территории И на Моих Глазах Город Который Имел Черты Красивого Зеленого Европейского Города Превращается В какой-то Сон Стекляшек В центре Высоток Неупорядоченного Движения К сожалению Город Замусорен Я тут Не открою Тайну И Наверное Вопрос Развития Киева Как современного Европейского Города Давно Пора Поставить В повестку Не городскую А национальную Потому что Ну За это Просто стыдно Столько Разговоров В Украине О европейском Выборе О стандартах Жизни Но ведь Столица Любой страны Это ее лицо А к сожалению Лицо у нас Замурзанное Поцарапанное Ободранное И за это отвечают Мне кажется Все без исключения Городоначальники Включая и нынешнего Кстати говоря Нынешний Городоначальник Входил в топ Политических лидеров Символов Прошедшей революции На Майдане И к сожалению И он не справился С задачей Вот такого Форсированного Развития города Новое Генеральное Планирование Упорядочивание Транспортной Инфраструктуры Ну и На поверхности Современное Жилищно-коммунальное Хозяйство Это очевидная задача Которую нужно решать срочно Может даже с участием Национального бюджета Ну иначе просто стыдно Надо понимать Что Москва Это не Россия Все-таки Нередко Когда смотрят на столицу Складывается впечатление О всей стране Но если выехать За пределы Например Даже в Подмосковье Уже жизнь Покажется иной Я знаю Я наслышан об этом Я в данном случае Я не преувеличиваю Но Понимаете Как Есть В куквинском языке Обиходом Такое выражение Нам свои рабыть Я не хочу оправдывать Происходящее в Украине Негораздами России Я просто вижу Что наша столица Не в порядке И кстати говоря Примеры других городов И самоуправление Говорят о том Что даже в условиях войны Бюджетного дефицита Эффективное городское управление Дает результат Как бы там ни было Но например Работа городского власти В Харькове Это хороший пример Работа Городской администрации Такого небольшого Славного городка Черноморск Бывший Лечевск Тоже хороший пример Да и Мэр Львова Садовой Несмотря на позорный Мусорный скандал Это отдельная Просто история И не без политики Тем менее Показывает пример Хорошего хозяйствования Можно Если на то есть Воля Желание Умение Переться на Хорошую команду Интеллектуалов И Застройщиков В городе Которые Ответственно Отпросятся Правильное Архитектурное Решение Сохраняющее Исторический Обык Своего родного Города Я говорю О каких-то Совершенно простых Даже по моему Хозяйских вещах А кстати А мэр Кличко Как долго На ваш взгляд Задержится У власти При Зеленском Мне кажется Что Кличко Некого Колить Кроме Как самого Себя Все таки Почти Два Срока Ну Условно С переизбранием Полноценный Один срок Мэрства Высокий уровень Доверия Киеврянам Плюс ко всему Личная Популярность Эта человека Давали вам Огромное количество Возможностей Мне кажется Что Независимо От нынешнего Конфликта Его подноготные А там есть Подноготные И корпоративные И личностные Он просто Ну знаете Как говорят В быту Он просто Не справился И это Если по-честному Я категорически Против того Чтобы пользуясь Неудачами Кличко Ну последняя Скандальная Неудача Красивый Но как оказывается Плохо Сделанный Проект Моста Над набережной Нельзя Превращать Пост Мэра В очередной Междусобочек Ставленников Нового режима Зеленского Мне кажется Что Мэрские Выборы Должны быть Выборами Среди тех Городских Политиков Которые будут Идеть с планами Развития города С целью Создания Европейской А в перспективе И культурной Столицы Европы У нас звонок Есть Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Да Слушаем вас Как вас зовут Знаете Вот такой вопрос А почему до сих пор Зеленский Не Нейтрализовал Значит Яроша С правым Сектором Там Другие Формирования Донбасс Азов Ведь Путин не пойдет На соглашение В глубокое Если не будет Эти террористические Формирования И дело не в выборах Они соберут Бойцов И сделают Своё Спасибо А Яроша Давно не слышно Уже ничего Ну Во-первых Уже два года Как взаимоотношения Между Вооружёнными силами Украины Национальной Гвардией И Так называемыми Добровольческими Объединениями Но если не упорядочены Полностью То в процессе Упорядочивания С Организацией Так называемой Антитеррористической Операции В объединённую Операцию В ООС В объединённую Операцию Эти отношения Стали более Жёсткими Дисциплинарами Кстати Ходили слухи Что были даже Случаи Столкновения Не подчиняющихся Добробатских Отдельных Образований И вооружённых сил И спецслужб То есть Грубо говоря Меры По наведению Порядка Организации Вожжимых сил Которые Присутствуют На линии Огня На фронте Они принимаются Они начали приниматься Ещё при Порошенко Это не проблема Лично Зеленского Заняться проблемой Которую не решали Она решается За это несёт Лично ответственность Сейчас И Аваков Который Руководит Национальной Гвардией Включённой В объединённую Операцию Но что касается Одиозных фигур Мы живём В информационном Обществе Когда иногда Информационное Значение То ли Или иной фигуры Очень сильно Её надувает Украинской Политике Нет такого Лидера Как Ярош Есть скорее Один из Реальных Деятелей Связанный С Добробатским Движением Который Иногда Бывает на фронте Со значком Народного Депутата И есть Созданный Информационный Образ Который Периодически Пугают Но как Показали Выборы В парламент Не только Ярош Но и другие Лидеры Националистических Сил Не пользуются Поддержкой Они непопулярны У них Низкий Уровень Доверия И люди Не собираются Отдавать Законодательную Власть Так называемым Националистам Националопатриотам Что касается Упорядочивания Я думаю Что после Формирования Полноценного Состава Правительства И завершения Формирования Силы Структуры Не все Назначения Еще прошли Проблема С добробатами Будет решена Окончательно И будут Либо Включены Легализованы Поддержки Вооруженные Северные Гвардии И уже Будет Нудительная Демобилизация Большое У нас Проблема Которая Мало Говорят Все таки Через Алексей Васильевич Андрей Васильевич У нас пропадает Сейчас Связь Немного Да Мы сейчас Перезвоним Чтобы восстановить связь Сделать более четкой Ну вы тоже Звоните нам Уважаемые радиослушатели 672-12-93-9 Это телефоны Прямого эфира В нашей студии Пишите Задавайте вопросы Нашему гостю У нас сегодня Политолог Из Украины Андрей Ермолаев С нами На прямой связи Говорим мы о событиях Которые происходят В стране В том числе И о президенте Украины Который уже Порядка более Двух месяцев Является действующим Президентом Нового Украины Владимире Зеленском Здравствуйте Андрей Васильевич Слышите ли вы нас Сейчас Да Слышите ли вы нас Да У нас были проблемы Со связью Сейчас мы Перезвонили Нашему Нашему герою Сегодня И звоните И вы 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Звонок у нас Здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте Глеб зовут Меня Приятно послушать Адекватного человека С Украины Собственно говоря Вопрос такой В свете Прихода новой власти Проблема Украины С тайными тюрьмами Похищениями людей Убийствами Убийствами Политических оппонентов Убийствами Журналистов Она В принципе Как вы считаете Будет решаться В какую-то лучшую сторону Или так Батальоны смерти И будут разъезжать По Украине Недавно я видел В ютубе ролик Где харьковские нацисты Грозились Закопать Всех представителей Русского мира Под землю На пару метров Значит И вопрос второй Фигура Криминального элемента Который стал Во главе МВД Господина Авакова С его Добровольческими батальонами И его Ставленника Антона Герасченко Она Как вы считаете Ваш прогноз На их судьбу Да Спасибо Два вопроса Давайте Да В стиле предположения И одновременно проблем Я хочу завершить предыдущий И ответить на ваш вопрос В одном ответе Проблема На мой взгляд Не столько В добробатах И националистах Которые иногда Ярко Себя ведут В постановочных Отдельных Мероприятиях На улице Сколько В огромном Количестве Молодых И немолодых Мужчин Прошедших АТО ООС Около Более Трехсотен Тысяч Украинцев Участвовали И прошли Фронт Многие из них Так и не нашли себя Они вовлекаются Как в политизированные Так и в экономизированные Новые объединения Которые исчисляются Уже сотнями И далеко не все Эти объединения Ветеранов АТО ООС Заняты Какой-то Гражданской политической Деятельностью К сожалению Часто эти объединения Становятся Элементом Криминальной сети Участвуют В рейдерских Атаках Охранные Не всегда Обоснованные С правой точки зрения Услуги Судьба этих ребят На мой взгляд Еще трагичнее Чем судьба Афганца В Советском Союзе Вот работа С этим большим Активным И травмированным Войной Социальным капиталом Задача номер один Мне кажется Для новой власти Я бы даже не исключил Что нужна Отдельная программа Вовлечения Этого Положительного Но растерянного Общественного потенциала В национальные проекты Это отдельный разговор Но учитывая Что наряду с этим Новым феноменом Ветераны АТО ООС На сотни тысяч Организованные В разные структуры С угрозой Криминализации И одновременно Большое распространение Оружия По заявлению Господина Матиос Год назад Еще он называл Страшную цифру 5 миллионов Единец оружия На руках Разного Калибра Рода Мы видим Что чуть ли не каждый день Используется Граната Пистолет Автомат Даже в бытовых Разборках Демилитаризация Общества И задействование Участников Прошедших Войну В национальных Проектах Организованных С учетом Опыта Трудовых Армий Которые Были эффективны В годы Депрессии В Соединенных Штатах Это то Зачем нужно Работать В новом Правительстве Но работа Это нам Надеюсь Начнется Когда Будет Полностью Сменен Нынешний Состав Силовых Структур На мой взгляд Авакар Не оправдал Себя Как человек Который Может Управлять И руководить Силовым Сектором Учитывая Старые Подозрения С частными Армиями Учитывая Что он Тоже Занимался Большой Политикой В свое Время И он Давал Оценки Американской Выборной Компании Он попал В список Политиков Которые Влияли На Информационную Компанию В Американских Выборах Я уж не говорю О том Что Аваков Амбициозная Фигура Которая Стремится Себе вести Еще как Политический Центр Влияния На мой взгляд Впереди Отставка И Новое Руководство МВД И Минобороны Займется Более системной Работой По порядочению И нацгвардии И оформлению Либо Демобилизации Добровольческих Батальонов Ну и Все что связано С демилитаризацией Общества оружия Да еще у нас Есть звонок Слушатель на линии Здравствуйте Здравствуйте Я бы хотел Политологу Задать вопрос Знаете Здесь Постоянно Муссируется Такая Значит что Европа Что Украина Стремится В Европу И так далее И так далее Я хотел задать Политологу вопрос Вообще на чем Жизнется Уверенность У украинцев Что она нужна Европе Что она нужна Европе Без войны С Россией Что Европа Готова Делиться С Украиной Рабочими местами Сектором рынка На чем Это Жизнется Вообще Да Мы поняли Ваш вопрос Давайте Разобьем вопрос На две части Быстро Наверное Не только В Украине Но и в многих Постсоветских государствах А также Государствах Центральной Европы Устойчив Миф Это Миф Общественного Массового Сознания О европейском Образе И стандарте Жизни Он в свое время Кстати компенсировал Все наши Негоразды После Нища Особенно Последние Десятилетия Советской Империи Еще Лет Десять Назад Среди Российских Политиков Экспертов Была Сформулирована Мне кажется Честная Самооценка Вот Когда Буксовали Все Интеграционные Инициативы В России Что К сожалению Даже через Двадцать лет После распада Союза Россия И ее Союзники Не стали Для своих Соседей Цивилизационным Образцом Для поражания Проще говоря Украинцы Не хотят Жить так Как живут Сейчас в России За пределами Москвы Как мне говорили Они хотят Жить так Как видят Европу Более того Нужно учитывать Что миллионы Украинцев За эти Тридцать лет Знают Европу Лучше Чем Помнят Советский Союз Ну потому что Чаще ездят Даже Трудовая Миграция Дала этот Кумулятивный Эффект Поэтому Правила Организации Обыденной Жизни Экономической Жизневедения Бизнеса Они привлекательнее Для украинцев Чем У соседей Вопрос Стоит Другом Не нужно путать Привлекательность Социальной Организации С перспективой Участия Украины В Евросоюзе Как в Союзе Где действительно Работает Прагматизм Это же неблагодарительный фон Распределение Рынка Жесткие Квотирования И так далее Поэтому На мой взгляд Как положительная Утопия Как себя Организовать В Украине Европейская Интеграция Воспринимается Как Ну если хотите Модель для подражания А если мы говорим О задаче Украины Ее экономики Интегрироваться В структуры Евросоюза Вот как раз Эта задача Несмотря на декларации Выглядит На ближайшие Десятилетия Утопичной И было бы Куда более Правильно И прагматично Реализуя Реформу В своей стране Установить Более Выгодные Правила Экономических Взаимоотношений Отложить На лет 15-20 Саму постановку Задачи О участии Украины В Евросоюзе Не только потому Что невозможно А еще потому Что не готовы Далеко не все Европейские Компании Заинтересованы В успешной Индустриализации Модернизации Украины Давайте мы Посмотрим Хотя бы на объем Поставок Сельхозтехники Европейские Производители Но кто же Будет заинтересован В динамичном Подъеме И восстановлении Украинского Отечественного Сельхозмашиностроения На рынке Работает Прагматика Поэтому Я отношусь С пониманием К утопичному Идеалу Как себя Обустроить Россия Не стала Образцом Но отношусь Прагматично И даже скептично К перспективам Участия Украины Как полноценного Члена Политического Экономического Евросоюза Как минимум На ближайшие 20 лет Вижу Большую Перспективу Участия В межсоюзных Континентальных Процессах Это мне кажется Более Перспективно Спасибо вам Что нашли время И вышли в прямой эфир Программы Абонент доступен Украинский политолог Андрей Ермолаев Был гостем программы Спасибо вам Всего доброго И до свидания Извините за многословия Но мне важно было Все это вам сказать Спасибо До свидания Всего доброго Пока